здравствуйте мои дорогие зрители с вами школа рукоделия и я пика сегодня у меня 2 в эксклюзивных видео мастер-классов я их так и буду называть и буду номеровать выпуски потому что выходить они будут очень редко потому что достаточно трудоемкие но будут в чем эксклюзивность в том что это двойной мастер-класс и крючком и спицами вещь одна и та же сегодня мы вяжем такую это будет универсальная вещь и в конце я вот этому методу по этим расчетам вы сможете связать жилет вы сможете связать жакетик короткий с капюшоном кардиган в общем все и крючком и спицами сейчас я все по ходу буду объяснять информации будет много поэтому видео смотрите полностью чтобы ничего не потерять и объяснять буду параллельно и крючком и спицами так вот такого вот такая вот будет у нас конструкция вот для жилета рукава потом объясню отдельно я нарисовала потому что нам нужно будет первая мерка вот она вершина капюшона и до длины вот она одна большая мерка вот от лба нашего мы меряем длину сколько мы хотим я вижу так называемые пальто длина у меня вот этот 140 сантиметров моем случае и начинаем вязание мы отсюда и продвигаемся сюда то есть поперечное вязание у нас будет значит если вы хотите короткий жакет от лба мы меряем длину желаемого предполагаемого результата то есть длину которую вы хотите в моем случае это очень много вот здесь вот вложу видео по которому вы сможете рассчитать плотность вязания по образцу вяжите образ к спицами и рассчитываете плотность вязания я буду вязать платочной вязкой вы же можете любой вязкой которая вам нравится то есть узор вы можете заменить набираем нужное количество петель по длине как бы по нашему размеру пока я набираю я не буду озвучивать количество петель потому что у всех она будет разное я не буду говорить о спицах и о нитках потому что они будут разные и соответственно все вяжем образец и считаем по образцу проще у нас крючком потому что мы сразу можем набрать цепочку на нужную нам длину далее что хочу сказать нам нужны как бы вот эти вот для жилета две мерки вот эта длина которую мы только что измерили и ширина вязать буду все лицевыми петлями полотно долго показывать не буду потому что это по моему мнению бессмысленно то есть мы вяжем сейчас вот эту вот часть ровное полотно сколько сантиметров сейчас буду объяснять значит и так далее я вяжем нашим узором ровное полотно вот она теперь крючком опять же я не объясняю не размер крючка не номер не пряжи у вас будет свой крючок своя пряжа я только вам покажу готовый результат мой а вам объясняю по сантиметрам набираем цепочку нужной нам длины так когда мы набрали цепочку мы вяжем столбиками без накида обычный столбик без накида первый ряд рекомендую брать крючок толще и вязать достаточно свободно это вязка как бы имитация резинки английской такая своеобразная имитация резинки крючком и она как бы лучше смотрится когда связано так свободненько вот так вяжем ряд до конца столбиком без накида так провязала я первый ряд вот еще прям в последнюю петельку провяжу делаю одну воздушную петлю подъема и вяжу вот первая петелька где у нас воздушная петля и во вторую петлю за заднюю стенку столбик без накида далее мы будем вязать только так за заднюю стенку простым столбиком у нас вяжется первый ряд отдали мы вяжем вот так вот то здесь у нас такая идет бороздочка и таким вот образом продолжаем ровное вязание вязала я ампетами и крючком спицами я буду вязать как бы длиннее а крючком короче образец теперь давайте разберемся с размером так вот сейчас смотрите я вот в отчертила запах который у меня у меня составляет 10 сантиметров а вы смотрите то зависит от вашего жила это зависит от вашего желания вы можете сделать меньше за не рекомендовала делать меньше запах теперь вторая мерка вот сейчас разберемся с главными нашими мерками и потом будем вязать значит вторая главная мерка это обхват бедя и не мире мне плотно желательно измерить по любимому кардигану или допустим вещь которую предполагаем а вы хотите вещи шириной к которую бы вы хотели этого как бы жилета то есть давайте на свободу столько сколько вы считаете нужным либо измеряйте по вещи либо добавляйте по обхвату бедер я буду вязать на обхваты бедер я вот так вот покажу что это 100 сантиметров чтобы мне будет проще вами объяснять и считать будет проще для наглядности ну и соответственно она мне подходит значит вся деталь вот это вот целая деталь с этими двумя запахами захватами по 10 сантиметров у меня 120 сантиметров а между этими запахами вот это наша цифра у вас это другая цифра то есть вот эту схему себе прикиньте и риск приблизительно вы же знаете сколько должно быть на вырез вырез горловины я на это даю 16 сантиметров изначально потому что этот расчет мне нужен будет вот здесь вот это полотно до скоса капюшона она у нас составляет 10 сантиметров ориентировочно девчонки тоже смотрите и половину вот это вот это вот числа это такие мои как бы кустарные подсчеты могут приблизительно я так вот рассчитала значит здесь у нас 8 сантиметров плюс 10 сантиметров то есть вот эта часть у меня 18 сантиметров вы же не видите по своим расчетам если у вас тут 18 метров тут соответственно здесь 9 сантиметров но по сути это число она одинаково для всех размеров то есть вот здесь вот наша часть одинаково и вот вот прям до сюда до вот этого момента я бы рекомендовала эту часть для взрослых размера вязать одинаковую но плюс-минус пару сантиметров ничего не случится по большому счету разница у нас идет в плечевом шве сейчас у меня 18 сантиметров крючком и 18 сантиметров ими вот сейчас мы находимся в это в этой линии теперь мы будем делать вот здесь вот у нас и девчонки неправильно нарисовала вот это плечо а здесь у нас это этот капюшон он мы отделяем сейчас капюшон от основные детали вот здесь вот у нас 88 сантиметров то есть половина вот этой цифры вот это плечо не смотрите она как бы вот и вот плечо да но тут маленькой тут побольше так что это моя ошибка значит сейчас нам еще нужно определить высоту капюшона она у нас как бы стандартная 35-40 сантиметров это зависит от желаемого результата если вы хотите капюшон такой прям такой такой как бы объемный то оставьте 40 рассчитывать 1 40 сантиметров если хотите капюшон такой обычный 35 сантиметров отделяю капюшон эти 40 сантиметров и здесь вершине капюшона я буду сокращать по одной петли в каждом лицевом ряду вот так вот после кромочной петли провязывать по 2 вместе вот когда у нас здесь 40 сантиметров допустим мы оставляем вот это вот вязание и поворачиваемся и вяжем только вот эту вот часть то есть вяжем эту часть потом в лицевом ряду мы просто делаем вот эти вот сокращения и крючком теперь крючком делаем то же самое вот последний ряд делаю воздушную петлю подъема и теперь сокращение теперь я вяжу не в эту петлю а в следующую то есть здесь я тоже буду сокращать по одной воздушной петли провязываю 35 40 сантиметров точно так же как и спицами и вижу только вот это вот эту вот часть капюшон а вот здесь вот я остановлюсь и повернуть буду вязать только капюшон и при этом здесь сокращать петель так девчонки смотрите идем дальше вот я провязала закрываем закрыла петли и закрыла всю деталь капюшона теперь я вам объясняю по размер по сантиметров значит вот здесь вот у меня 8 сантиметров половина вот этой части и здесь вот эта часть должна быть тоже 8 сантиметров то есть половина вот этого выреза горловины 8 и 8 потому что вот эта часть капюшона она отгибается на спинку да и вшивается в эту горловину поэтому такая цифра девчонки объясняю чтобы вам было понять это для по сути вот мы здесь убавляем до по одной петле она в принципе не важно сколько мы убавим там 10 12 петель или 8 петель это в зависимости от плотности вязания просто нам нужен этот скос поэтому я здесь никаких цифр вам не даю вы вяжете этот скос до нужного вам размера половины этой части далее мы вяжем плечо еще один важный момент вот пройма у нас здесь если посчитать вот так вот где-то 8 10 сантиметров вот эта часть целое отверстие а вот здесь вот у нас 45 сантиметров я здесь пишу 45 сантиметров одна часть полочки у меня это 4 сантиметра значит теперь от половины переда до вот этой линии запаха у нас должна быть одна четвертая вот этого числа у меня это 25 сантиметров то есть спинка у меня будет здесь 50 сантиметров а вот это вот часть 25 и здесь 25 не считая запаха то есть поняли да 20 полочка полочка по 25 спинка 100 50 сантиметров здесь у меня 8 сантиметров здесь у меня 4 сантиметра это 12 25 минус 12 плечо у меня должно быть 13 сантиметров вот она у меня 13 сантиметров везде это мы уже идем расчеты берем везде 13 сантиметров 13 сантиметров вот видите я неправильно нарисовала капюшон и здесь вот 8 сантиметров это уже все это расчеты у нас пошли везде всегда капюшон мы уже рассчитали капюшон мы уже рассчитали все далее я вижу ровно вот эти вот 13 сантиметров и ровно здесь вот 13 сантиметров здесь я привязываю нить и вижу ровно и здесь соответственно тоже привязыв стык девчонки здесь никакого зазора запаха не тут прям стык мы и присоединяем и вяжем вот эти вот 13 сантиметров на наши нашу плечевую линию и провязала это предполагаемые 13 сантиметров да вот здесь вот теперь мне нужно закрыть петли для проймы здесь у нас приблизительно 16 24 сантиметра это в зависимости от предпочтения это вы уже прям приложите к себе и померяйте как глубокую насколько глубокую пройму выход и одновременно девчонки я вам рекомендую вот делайте себе наброски сколько раз вы здесь закрыли сколько петель осталось у вас потому что вам потом нужно будет этот капюшон продублировать и и чтобы все расчеты у вас были вот здесь вот как бы помечены вот здесь вот заметьте сколько вы рядов провязали здесь сколько в петлях вы не в сантиметрах а в петлях сколько вы закрыли потому что потом вы эти петли будете восстанавливать и набирать по новой вот для этой детали ту то есть делайте себе пометки у всех это будет индивидуальное как бы число поэтому делайте пометки чтобы потом не считать нет не путаться а сразу же вот вы здесь закрыли петли посчитали сколько там 25 и осталось закрыли вот здесь вот петель петли посчитали 10 петель вы закрыли на здесь провязали 40 рядов пометили записали закрыли 20 петель пометили записали вот все все вам еще пригодится у спиц значит мы просто сначала ряда закрываем петли на нужную как бы на нужное расстояние и далее продолжаем вязать вот эту вот часть ровно вот 8 или 10 сантиметров если у вас маленький размер то вяжите 8 сантиметров если у вас побольше раз то вяжите 9 10 это тоже печенки это просто уже в зависимости от ваших предпочтений насколько вы это все глубоко хотите так теперь крючок крючком мы просто не довязываем до конца там мы закрываем здесь не закрываем просто не довязываем до конца поворачиваемся до оставляем для проймы поворачиваемся и вяжем только вот эту вот так вот в это выглядит на данном этапе теперь нам нужно восстановить вот эту вот линию то есть сколько мы здесь закрыли петель столько мы здесь и набираю я буду набирать при помощи крючка вот я набрала восстановила это количество теперь снова вижу вот эти вот следующие 13 сантиметров до выреза горловины это что касается спиц то же самое делаем с крючком теперь здесь я довязала до верха проймы и набираю тоже тоже набираю то количество петель которые закрыла раз поворачиваюсь и вижу тоже цельное полотно вот пока здесь у меня цепочка обычным столбиком сюда я довяжу потом продолжаю и вот так вот вижу следующий этап все сейчас мы находимся вот здесь вот и вяжем 13 сантиметров передвигаясь к центру квотова видите деталь мы уже подобрались горловине сейчас я вам еще положу вот эту идентично то есть мы так вот только спицами у меня длиннее что потом показать разницу значит теперь теперь мы вяжем горловину здесь начинки тот же самый принцип что и здесь убавляем по одной петле вот тем же способом как я вам показывала здесь я думаю вы помните и крючком и спицами спицами после кромочной провязываем 2 вместе крючком через одну петлю то есть убавляем 1 столб глубина этого выреза от 3 до 5 сантиметров 3 5 сантиметров более 5 я вам не советую это это 5 это много на мой взгляд но но предпочтение у всех разные поэтому смотрите девчонки кто как привык от 3 до 5 сантиметров то здесь убавляем только у нас глубина достигла 3 сантиметров вяжем ровно вот убавили на 3 сантиметра и пошли ровно вязать точно так же и здесь убрала я здесь то что я говорила потом провязала ровно то же самое крючком скос и ровное вязание теперь расчеты вот у меня 16 сантиметров вот вы сделали вот этот скос измерили нам нужную глубину и меряете потом ширину сколько он у вас занял как бы место и меряете как бы сколько вы провязали соответственно здесь допустим если взять 5 сантиметров здесь у нас 5 сантиметров тогда будет на добавление это я образно говорю чтобы посчитать то есть останется что внутри мы провязываем 6 сантиметров да если мы здесь у нас 3 сантиметра и здесь 3 сантиметра то средняя ровная часть у нас 10 сантиметров то есть по такому принципу далее мы дублируем полностью вот это вот все что мы вязали мы вот здесь вот дублируем то есть сейчас я буду добавлять вот здесь помечаем сколько мы петель убра как бы сократили теперь вот после кромочная буду добавлять нужное количество петель то есть то же самое что я сократила так вот таким вот образом я добавляю петли добавляю раз два три четыре у меня здесь 4 сокращения то есть 4 петли я здесь добавлю буду вязать ровно и полностью повторю вот эту часть провяжу 13 сантиметров ровно потом сделаю вот этот вот роль ну далее снова 13 сантиметров целое полотно и потом мы с вами встречи встретим и потом уже дальше буду только как как добавляем при вязании крючку вот когда у меня здесь остается последняя петля я вот из предпоследней просто вывязывая два столбика два два столбика не один а два и вот таким вот образом я добавлю нужное количество мне петель которые я сократила здесь у крючка я по-моему я сократила три петли но это у этого маленького образца вы девчонки смотрите по своему размеру но и здесь я точно также восстанавливаю горловину и далее вяжу 13 сантиметров рукав 13 сантиметров смотрим девчонки видите я полностью продублировала вот эту вот первую часть вот она если вот так вот сложить все у меня совпало аж до этого момента капюшона вот зачем я вам говорила записывайте сколько вы закрыли здесь петель и сколько у вас осталось вот полно теперь сколько смотрим на записи сколько у нас здесь осталось сколько набираем петель и добавляем столько сколько мы закрыли здесь и присоединяем вот видите я сейчас в этом месте присоединяю капюшончик и вяжу теперь вот эту вот теперь она вот вот здесь вот и по сути это все то же самое делаю с деталью крючком вот видите я все довязала вот до этой части то есть то же самое и то же самое с капюшоном я набрала цепочку из количества петель которую столбиков которые у вас оставалось и вязала вот так вот вверх при этом с этой стороны добавляя по одной петле точно так же как я здесь добавляла до запомнил то есть продублировала вот эту вот детальку и теперь я ее присоединю то есть здесь я вот буду вязать провяжу до конца и сразу же присоединил эту деталь вторую план и вижу вторую план и так девчонки вот такая вот деталь смотрите спицами у меня еще что хочу сказать и отметить значит вот когда перед закрытием девчонки вы можете сделать петли но как сделать петли для застежки то есть это если у вас будет застежка пуговицы если вы выберете застежку как бы на запахе и за пояс ну в общем смотрите сами если пуговицы то тогда сделайте где-то за 5 рядов до конца или за 7 рядов до конца сделайте дырки я их не делала потому что забыла честно забыла вот как то говорю сейчас прошу прощения за то что забыла вот вот такая вот смотрите вот она деталь наша готовая вещь если вот сложить вдвое она полностью должна совпадать у вас по всем как бы по всем линиям все должно у вас совпасть это что касается спиц теперь крючком та же самая вещь и та же со и та же история с с дырками вот тоже вы можете за 5 рядов сделать вот здесь вот то же самое у нас должно совпасть крючком как бы сложенные вдвое детали что касается руковод девчонки если вы хотите кардиган значит а то есть мы нашу под наша схема то есть вот эта половина расчетов наших должна совпадать с этой половиной я думаю это понятно теперь рукава если брать вот так вот рукав до готовый это текст для тех из вас кто захочет вязать кардиган лип мы его можем связать ровные да тогда это будет прямоугольный длина рукава и вот здесь вот вот это если вот взять половину и вот это вот мерка вот она эта мерка я же предлагаю связать вот такой немного зауженный сейчас я вам покажу как сделать его я буду вязать вот так как бы добавлять вязать отсюда сюда вот направлением моего вязания боже как криво и я бы предположила вам вязать по 10-12 петель приблизительно добавлять в каждом предлагаю вот таким вот образом я буду вязать по 10 петель вы можете уже смотреть по свой на свою на свой вкус я бы рекомендовала от 10 до 16 петель вот эти секторы делать нам было я десять и вяжем лицевыми петлями один ряд и в следующем ряду будем добавлять как бы через ряд я буду добавлять петли и теперь добавляю 10 петель 10 поворачивать и вяжутся вот здесь у нас будут вот такие вот добавление на на протяжении это уже вам решать сколько их будет какой вы хотите скос этого рукава до 2 ряд и добавление снова и так далее либо вы заканчиваете те когда видите что вам уже длина рукава достаточно и вяжите ровно потом то же самое вы делаете здесь вы будете сокращать то же самое количество петель и еще 10 петель и далее уже буду вязать ровно вот то же самое с крючком девчонки смотрим набираем 10 воздушных петель вяжем первый ряд столбиком второй ряд столбиком за заднюю стенку то есть основным нашим узором сначала до конца ряда потом поворачиваемся и будем делать в этом ряду добавление петель здесь уже я вижу за заднюю стенку так добавляю здесь петли и поворачивая свяжу из но еще раз добавляю до нужного мне как бы до нужной длины рукава далее вяжу ров я вязала вязала ровно рукав да девчонки и посмотрите как мерить если вы сложили вот так вот вдвое совместить вот эту нижнюю часть рукава вот здесь вот вам должно как раз входить выходить на вот эту вот пройму видите у меня как раз совпадает то есть сейчас я могу уже повторять вот этот повторить вот этот скос и завершить свою руку заканчивая таким вот образом не довязывая до конца то количество петель то есть теми же тем же способом только вначале мы добирали петли а тут мы не довязываем и вот так вот заканчиваем нашу деталь наш рукавчик то же самое с вот я сейчас довяжу до конца потом снова провяжу сюда здесь оставлю петли и держу к до конца то есть вот все три добавления как бы три сектора я повторю покажу вот здесь у меня закончили зеленые нитки вот предположим что опять же мы сопоставили с этой частью здесь мы заканчиваем рукав закрываем просто те петли которые мы добавляли я добавляла 10 петель здесь для скоса я их буду вот так вот закрывать и вы делаете то же самое только соответственно у вас их будет больше этих добавлений потому что рукав будет большой и и вот так вот первый раз потом провязала до конца вернулась второй раз до конца вернулась и так далее все я думаю сурковами все понятно теперь что касается сборки для сборки вот смотрите первое что я сделаю я сошью капюшон вот по вот этой вот линии и далее сошью плечевые вот эти вот швы вот они один одно и второе плечо и потом уже в эту пройму я вошью вот так вот вот капюшон тут у меня конечно плохо совпадает потому что я ничего не меряло видите а вообще у вас по тем меркам должно совпадать здесь вот это вот таким вот образом собираем вот он наш спицами жилет кардиган представляем если хотим здесь рукава это все вот такой вот длинный и вот крючком по сути идентичны вот если вот так вот смотреть но крючком еще это я столкнулась с таким вопросом у спиц этого вопроса как бы этого нюанса нет так что здесь вот мы уже доделываем застежку которую хотим и все или завязку а здесь вот смотрите вот эта вязка видите вот это я сказал да я сейчас вам покажу свой готовый ну большой который кстати я вязала по тем размерам которые у меня указаны в схеме вот по тем размерам размером связан мой кардиган то можно конечно оставить вот этот эффект расширенности это уже зависит от ваших предпочтений но я у меня он длинный и поэтому я смотрите я взяла нитку и просто буквальном смысле вот так вот собрала весь низ прошла можно на резинку но я на нитку собрала вот так как бы придала форму наверное на резинку будет лучше но я просто вам вас предупреждаю об этом нюансе просто вы уже там смотрите может соберете на резиночку эту тоненькую данная на резинку будет вот до самого конца я вот так вот как бы зафиксирую этот пробовала обвязать столбика мне девчонки не то потому что вот видите этот взор он как бы зубчиками получается он уже красиво зачем искажать его обвязывать правильно это я так считаю поэтому не надо обвязывать на мой взгляд я считаю это лишнее вот эти зубчики они здесь нужны они придают как бы законченность изделию вот и все и здесь вот я узелок вот это все дела вот таким вот образом я просто видите здесь правда протяжка у меня не обращайте внимания вот я просто его зафиксировала чтобы он как бы держал форму все еще раз повторюсь я лучше все-таки резинка так еще под рукой видите вот эта пройма тоже растягивается я делала на манекен и она видно знаете вот топоры щица поэтому здесь я прям вот так вот прошила тоже по месту проймы тоже корректируйте на себя как бы примеряете я вот так вот просто прихватила его вот таким вот образом и все и зафиксировал это в своей большой модели поэтому все все вам все нюансы вам показываю чтобы не было вопрос но смысле чтобы не было разочарования все девчонки вот такой вот мастер-класс если честно три дня я вот это вот снимала и смысле три дня я снимала так он у меня тяжело шел так у меня много сил забрал этот мастер-класс я надеюсь что он будет вам полезным и это все было не зря вот видите вот моя моделька еще я связала столбиком такой вот поясок чтобы вам показать что можно и завязать поясом поэтому девчоночки пожалуйста от вас только лайк и просмотр если вам не трудно на если вас это не затруднит просто поставьте целое видео и не смотрите поставьте пусть она проиграет это просто нужно для развития канала так как бы длительность единственная такая к вам просьба проиграйте все видео пусть пусть не посмотрите просто пусть она у вас проиграется это повысить его рейтинг повысит удержание аудитории мне приятно и это поможет развитию канала а вам ничего не стоит я считаю вот и заранее всем спасибо вам такой вот смотрите он прекрасно это я вам просто показывая короткий вариант потому что себе вязала длинный сейчас я вам показываю покажу то же самое будет с этим как бы со спицами просто здесь я уже вязала как пальтишко спины а это то же самое крючком но жилет коротенький вот все мои хорошие еще показываю вам свой вот у него кардиганчик видите вот капюшон большой объемный как я люблю застежки я сделал на двух пуговицах на запас еще хотела сделать карманы но у меня не хватило пряжи пряжа у меня ушло 800 граммов вот видите такая пуши с вкраплениями разноцветными очень красиво смотрится и движет покажу всю длину он у меня я его связала на работу чтобы я могла набросить и укутаться с головы до ног вот такой мой кардиган а какие варианты решения у него я вам все озвучила поэтому девчонки на сегодня это все я с прощаюсь надеюсь вам видео понравилось надеюсь вы его поддержите в любом случае спасибо вам за все с вами была вика и школа рукоделия всем пока пока